В Самарской школе номер 29 к моменту открытия избирательного участка образовалась очередь из желающих отдать свой голос. Ровно в 8.00 прозвучал гимн Российской Федерации, после чего члены избирательной комиссии приступили к своей работе. В числе первых проголосовал председатель городской думы Алексей Дегтев. Я добросовестный избиратель и право, которое мне дано в Конституции Российской Федерации, использую в полном объеме. Сегодня я был уверен, что большое количество россиян, наших самарцев, воспользуются этим правом. И, как видите, не ошибся, это вдохновляет. И вместе со своими соотечественниками, самарцами, я сегодня избрал себе президента. К своей работе приступили независимые общественные наблюдатели. Они призваны следить за соблюдением закона во время голосования со стороны всех участников процесса. Хочется отметить хорошую организацию работы на участке, четкую. Сотрудники комиссии не допустили ни одного нарушения при открытии участка. Не было ни одной претензии со стороны избирателей. Все было вовремя, четко. Обстановка очень доброжелательная. Люди с удовольствием дают свои голоса, приходят на выборы. Надеемся, что все будет в дальнейшем так же хорошо. Люди, приходящие на избирательные участки, понимают значимость этих выборов для страны и ее будущего. Нам важно это, потому что это наша страна, где мы живем. Мы граждане. Мы хотим реализовывать свое право, потому что нам важно в будущем жить в этой стране, нашим детям расти. И какой она будет, мы решаем сейчас. Я работаю на скорой помощи и учусь в медицинском университете. Считаю своим долгом выразить свой голос за будущее нашей страны. Прямо на участке избиратели могут отдать свой голос за объекты благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Объекты победителей голосования будут благоустроены уже в 2025 году. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.